Русская народная сказка «Деревянный орел». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у царя множество слуг, да не простых прислужников, а разных мастеров, столяров, гащеров и портных. Любил царь, чтобы и платья у него лучше, чем у других блашито, и посуда хитрее расписана, и дворец резьбою украшен. Мастеров в царском дворце, видимо, невидимо было. Все они по утрам собирались к царскому выходу и ждали, кому какое дело царь на сегодня назначит. И вот случилось раз, что столкнулись у царского порога золотых дел мастер и столер. Столкнулись и спорили. Кто из них свое ремесло лучше знает, и чья работа труднее? Золотых дел мастер и говорит. «Твое мастерство невелико. Ты над деревом сидишь, деревянные вещи режешь. То ли дело моя работа? Я все из чистого золота делаю. Люба дорого поглядеть». А столяры отвечают. «Не хитро дорогую вещь сделать, коли золото само цене. Ты вот из простого дерева делай такую штучку, чтобы все кругом диву дались. Вот тогда я поверю, что ты мастер». Спорили ли они, спорили. Чуть до драки дело не дошло. Да в это время царь входит. Услыхал он этот разговор, усмехнулся и приказал. «Сделайте вы мне оба по диковинке. Один из золота, другой из дерева. Погляжу на них и решу, кто из вас лучший мастер». Царем не поспоришь. Коли жизнь дорога, пошли мастера из дворца каждый к себе. Оба крепкую думу думают, как бы друг друга перегнать в мастерстве. Дал царем неделю сроку. Через неделю приходят оба мастера во дворец, становятся в ряд с другими, ждут царского выхода. И у каждого по свертку в кармане. Вышел царь и говорит. «Ну, молодцы, показывайте ваше искусство». А сам в бороду усмехается. Приказал он позвать в палату и царицу, и молодого сына царевича. «Пусть они на вашу работу поглядят». Сели царь с царицей на авку, а царевич рядом стал. Вышел вперед золотых дел мастер. «Прикажи, царь-батюшка, большой чан воды принести». Принесли большой чан воды, налили. Развязал мастер свой узелок. Вынул оттуда золотую утку и пустил ее на воду. Поплыла утка, словно живая. Головой вертит, крякает, носиком перышки обчищает. Открыл царь рот от удивления. А царица кричит. «Да это же живая утка, а не золотая». Он, видно, живую утку золотом покрыл. Обиделся мастер. «Какая же она живая? Прикажите мне ее разобрать по частям и опять новинки собрать». Вынул он утку из чана. Сначала ей крылышки отвинтил, потом голову, а после ее всю на кусочки разобрал. Разложил на столе. «Да и давай снова свинчивать». Свинтил, пустил на воду. И поплыла утка пуще прежнего. Захлопали все придворные в ладоши. «Ну и мастер! Ну и чудо сделал! Вот век такого не видывали!» Обернулся царь к столяру. «Теперь ты свое искусство показывай!» Поклонился столяр. «Прикажи, ваше царское величество, окошко в этой горнице отвори». Отворили окошко. Развернул столяр свой сверток. Вынимает из него орла деревянного. «Да так этот орел хорошо сделан был, что от живого не отличишь!» А столяр и говорит. «Утка-то золотая, только по воде плавает». А мой орел в облака подымается. Сел столяр на орла и повернул винтик. Поднял его орел и мигом вылетел в окошко. По воздуху. Кинусек окнам смотреть, рты разинули. А столяр над царским двором в воздухе разные круги делает. Влево повернет винтик. Орел книзу летит. Вправо повернет. Подымается. У царя от удивления корона назад их съехала. Глядит он в окошко. Оторваться не может. А все кругом словно замерли. Такого мастерства не видывал никто. Покружил столяр по воздуху и обратно в палату влетел. Поставил орла в сторонку и к царю подходит. «Ну как? Царь, батюшка, давлен ли ты моим искусством? Слов не нахожу. Так доволен!» Царь отвечает. «Да как же ты так умудрился? Да как же ты ему этот винтик пристроил?» Начал мастер царю объяснять. А в это время царица как ахнет, как закричит. «Куда ты? Куда? Ах, лови! Остановите!» Объернулись все на ее голос и видят. Пока царь мастера расспрашивал, царевич молодой скачал на орла, повернул винтик и вылетел из окна на двор. «Вернись скорей! Куда ты? Убьешься!» Кричат ему царь-царицу. А царевич махнул рукой, да и полетел через забор серебряный, которым дворец огорожен был. Повернул он винтик вправо, поднялся орел за облака и скрылся из глаз. Царица без памяти лежит, а царь на мастера гневается. «Это, — говорит, — ты нарочно такую штуку придумал, чтобы нашего сына единственного сгубить. Эй, стражники, схватить его и бросить в темницу. А если через две недели царевич не вернется, вздернуть столяра на виселицу». Схватили стражники мастера и кинули в темное подземелье. А царевич на деревянном орле все дальше и дальше летит. Люба царевичу просторно, воленно, кругом, в ушах ветер свистит, кудри развиваются, под ногами облака проносятся. И сам царевич словно птица крылатая. Куда хочет, туда в небе и поворачивает. К вечеру прилетел он в неведомое царство. Опустился на край города. Видит, стоит избушка маленькая. Постучал царевич в дверь. Выглянула старушка. «Пусти, бабушка, переночевать. Я тут чужой человек, никого не знаю. Остановиться неуко. Отчего не пустить, сынок? Входи, места много. Я одна живу». Развинтил царевич орла. Связал сверток. Входит к старушке в избушку. Стала старушка его ужином кормить. А царевич расспрашивает, что город, да кто в нем живет, да какие в городе диковинки. Вот говорит старушка. «Есть у нас, сынок, одно чудо в государстве». Стоит посреди города царский дворец, а подле дворца высокая башня. Заперта та башня тридцатью замками и охраняют ее ворота тридцать сторожей. Никого в ту башню не пускают, а живет там царская дочь. Как родилась она, так ее с нянькой в той башне и заперли, чтобы никто не видел. Боятся царь с пиццей, что полет царевна кого-нибудь и придется ее замуж на чужую сторону отдавать. А им с ней расстаться жалко. А у них единственная. Вот и живет девушка в башне, словно в темнице. «А что, и верна хороша царевна?» Спрашивает царевич. «Не знаю, сынок, сама не видела, а люди сказывают, такой красоты во всем свете не сыщется». Захотелось царевичу в запретную башню добраться. Лег он спать. А сам все раздумывает, как бы ему царевну увидеть. На другой день, как стемнело, сел на своего деревянного орла, взвился в облака и полетел к башне с той стороны, где окошко в тереме было. Подлетел и стучит в стекло. Удивилась царевна. Видит молодец красоты неописанной. «Кто ты, добрый молодец?» Спрашивает. «Отвори окно. Сейчас все тебе расскажу». Открыла девушка окно. Влетел деревянный орел в комнату. С него царевич поздоровался, рассказал девушке, кто он таков, и попал сюда. Сидят они, друг на друга глядят. Наглядеться не могут. Спрашивает царевич, согласна ли она его женой стать. «Я-то согласна, — говорит царевна, — да боюсь, батюшка с матушкой не отпустят». А злая нянька, которая царевну сторожила, все выследила. Побежала она во дворец и донесла, что так, мол, и так. К царевне кто-то прилетел. А теперь этот молодец в доме старушки скрывается. Прибежала тут стража, схватила царевича и потащила во дворец. А там царь на троне сидит, гневается, дубинкою опполстучит. «Как ты, такой сякой разбойник, осмелился мой царский запрет нарушить, завтра казнить тебя прикажу». Повели царевича в темницу, бросили одного и крепким замком заперли. Наутро весь народ на площадь согнали. Объявлено было, что казнить станет дерзкого молодца, который в башню к царевне проник. Вот уж и палач пришел, и виселицу поставили, и сам царь с царицей на казнь глядеть приехали. Вывели царевича на площадь, а он обернулся к царю и говорит, «Ваше величество, разрешите мне последнюю просьбу высказать». Нахмурился царь, а отказать нельзя. «Ну, говори, прикажите гонцу сбегать в дом. К старушке, где я жил, сверток мой принести». Не мог отказать царь, послал гонца. Принесли сверток, а царевича в это время уже к виселице подвели, на лесенку поставили. Подал ему гонец сверток. Развернул его царевич, вскочил на деревянного орла, да и был таков. Взвился он над виселицей, над царем, над всей толпою. Ахнул царь, лови его, держи, улетит. А царевич направил орла к башне, полетел к знакомому окошку, царевну подхватил и перед собой на орла посадил. «Ну, говорит, теперь нам с тобой никакая погоня не страшна». И помчал их орел в государство царевича. И там бедный мастер в подземелье сидит, глаз с неба не сводит, не летит ли царевич обратно. Завтра две недели и кончаются. Висеть столяру на веревке, коли царский сын не воротится. И вдруг видит, летит по небу орел деревянный, а на нем царевич да не один, а с девушкой красавицей. Опустился орел посреди царского двора. Снял царевич с него невесту, к отцу с матерью повел, рассказал им, где он пропадал две недели. Те от радости, тревогу свою еще ему простили, а столяра из подземелья выпустили. Великий пир царь устроил, три месяца свадьбу праздновали. Вот и сказке конец, ребята, а кто слушал, тот молодец.